Ну что, здравствуйте! Мы с вами продолжаем обучение на курсе Lightroom. И сейчас мы с вами рассмотрим такой инструмент, как ретушь. Для чего нужна ретушь? Ретушь нужна для того, чтобы удалить с объектов фотографии ненужные объекты, ненужные какие-то детали, мусор, чтобы почистить кожу, чтобы выпрямить фотографию. Сейчас мы с вами займемся инструментом, который непосредственно убирает различные нужные нам детали. И в частности мы будем с вами чистить кожу. Вот у нас у молодого человека на фотографии на коже есть некоторые пятна, которые мы с вами сейчас будем убирать. Каким инструментом это делается? Вот здесь, рядом с инструментом кадрирования, есть инструмент, называется удаление пятен. Вот, нажимаем его, и здесь есть всего лишь два параметра. Это размер, то есть непосредственно сам размер кисти, и непрозрачность. То есть он регулирует непрозрачность, и убираем в объекты. Сейчас я покажу, как это работает. Давайте мы с вами выберем сейчас размер кисти. Размер кисти можно выбрать двумя способами. Это либо вот ползунком, или же можно прям колесиком мышкой крутить, он будет увеличиваться или уменьшаться. Мне привычнее делать это колесико мыши. Итак, давайте вот нам, например, нужно с вами удалить вот это вот пятно. Мы прибавляем. Прибавляем ровно столько, насколько такой размер, который равен размеру самого удаляемого объекта. То есть не надо там делать больше, или же меньше, наоборот. Вот тот прям практически, чтобы он был равен. Нажимаем на него левой кнопкой мыши. Вот. И он нам вторым кружком показывает, откуда взять текстуру, с какого места. Мы ему показываем, что текстуру нужно нам взять вот отсюда. То есть здесь более-менее текстура похожая к коже, да, вот на эту. Все. Вот у нас и пятно и удалилось. Давайте с вами посмотрим. Видите, как замечательно. Давайте с вами сейчас уберем следующее. Тоже вот это. Уменьшаем немного. Нажимаем. И двигаем. Вот дальше давайте. Нажимаем. В большинстве случаев он сам находит место, откуда ему лучше взять текстуру. Но иногда ему приходится и подсказывать. Не старайтесь брать текстуру сразу с больших участков. Лучше поменьше с маленьких берите, чем с больших. Иначе могут быть огрехи на фотографии. Вот давайте еще немножко убираем. Что такое прозрачность? Давайте посмотрим на примере вот этой вот родинки. Мы, допустим, сделаем непрозрачность, там, вот 10%. То есть нажимаем. И он нам с вами убирает ее только на 10%. Если мы сделаем, например, 50%, да, непрозрачность, то он нам ее уберет наполовину. То есть она наполовину только будет видать. Это иногда нужно для того, чтобы убирать, например, морщины. Очень странно. Человек смотрится совсем без морщин. Это не очень правильно. Вот. Или без родинок. Нам будут очень сильные родинки. Вот. Но их нужно не полностью убрать, а, например, только уменьшить их видимость. И тогда используется вот этот инструмент непрозрачность. Вот. То есть параметр непрозрачность в инструменте удаления пятер. Всегда вы можете откорректировать тот или иной инструмент. То есть, допустим, вы можете вот взяться за это, да, и увеличить его размер. То есть вот наводите на него мышкой. Он приобретает форму двухсторонней стрелки. И начинаете вот увеличивать размер. Соответственно, он тоже увеличит размер. Например, это вы тоже можете откуда-то брать текстуру подвинуть. Всегда. Вот. Непрозрачность здесь увеличиваем. Вот видите, вот тут у нас убралось сейчас здесь пятно. Всегда можете это удалить. То есть, челкнув какой-нибудь из исправленных объектов, нажимаем Delete. Все, вот у нас удаляется. Ну вот давайте посмотрим, что у нас было. И что у нас стало. Видите, у нас кожа была такая, а стала у нас такая. По-моему, замечательный инструмент. Замечательно можно его им пользоваться, чтобы чистить кожу. И совсем не обязательно прибегать для этого в Photoshop. В Photoshop вы можете все сделать замечательно в программе Lightroom. Вот. Ну вот, я здесь немножко еще и подретушировал фотографию. Подкорректировал по цвету. То есть, была у нас такая, стала более по цвету ровная, насыщенная. И правильная по свету. Ну что ж, друзья, давайте перейдем с вами к другому уроку. К следующему. А здесь потренируйтесь и поретушируйте фотографии. Давайте, до встречи.